Челябинск Раньше этот пустырь был огорожен строительным забором и там предполагалось, насколько мне известно, строительство высокоэтажного офисного здания. Тем не менее, нам удалось составить эту площадку для создания нормального общественного пространства. Сейчас там полый пустырь, нет ни травы, ни деревьев. Соответственно, в проекте мы предусмотрели, прежде всего, нормальное озеленение. Подрядчик, который выиграл у нас аукцион по благоустройству, имеет как раз необходимые компетенции, потому что это компания «Газон Урала», которая профессионально занимается озеленением. Поэтому там будут высажены крупномеры деревья, будут высажены кустарники и уложены газоны. Естественно, рельеф местности не очень простой. Тротуары, которые шли вдоль улицы Цвилинга и вдоль улицы Лазаретной, они не соответствовали современным нормам по доступной среде. Земляные работы в большинстве своем выполнены. Там были, скажем так, очень серьезные перемещения грунта, когда делали вертикальную планировку. Значит, уже идет разметка тротуаров и пешеходных дорожек, выложен там геотекстиль. Соответственно, начинается отсыпка щебня и трамбовка. А новый сквер будет разделен по площадкам, по интересам граждан? Вообще, на какие группы населения рассчитан он будет? Ну, там, конечно же, будет детская площадка. Там будет зона отдыха с так называемыми перголами. Но, прежде всего, это, конечно, удобная тротуарно-дорожечная сеть. В середине сентября мы получим нормальный сквер. А, как известно, у нас в это время и день города, и день образования советского района. Как раз 10 сентября. Поэтому мы будем надеяться, подарок жителям района к этому времени уже будет готов. В городе Челябинске будет выбран сквер, который будет назван в честь наших стройотрядовцев. В том числе и эта территория попала в перечень для голосования. Поэтому, в любом случае, жители будут выбирать. Совсем скоро жителям района больше не придется пробираться по узкой тропке вдоль длинного забора к себе домой. При закладке новой дорожно-тропиночной сети, как и при проектировке нового общественного пространства, в целом будут учтены интересы всех групп населения. Кстати, забор уже снесли. А еще в будущем сквере будет не только удобно, но и красиво. Кстати, в этом году по программе «Комфортная городская среда» будет благоустроен и другой внутриквартальный сквер, ограниченный улицами Орджоникидзе, Борьбы, Свободы и Цвилинга. Здесь располагается школа искусств, поэтому новый сквер станет своеобразным подарком для учащихся. Окончание работ запланировано также на 10 сентября этого года. Евгения Малышко, Андрей Федотов, ОТВ.